Друзья мои, Олег Добрынин, сам настоящий, лицензионный, единственный в мире человек, которого женщины сходят с ума. Естественно, Олег, здравствуй, дорогой. Сережка, как впрочем, и от себя тоже. Ну, от меня-то нет, ладно, я-то уже постарше все-таки буду, я-то с этой балдой хожу. Ну, слушай, как ты думаешь, в какую тональность тебя оценили твои коллеги? Двое твоих коллег оценили тебя в одной из тональностей. Как думаешь, какая это тональность? Тональность? Я думаю, что это гармонический минор. Похоже. А какая именно? Или хроматическая гамма. Хроматическая гамма, хорошо. Минор ближе. Какая именно нота? Ну, какая тональность? Вообще, самая моя любимая тональность, фа диез минор всегда была. Там очень много диезов, и она гармонически очень классно звучит. Я думаю, что это мое. Да, точно. Сейчас мы вот отдадим товарищам телефон. Олег, скажи мне, вот презентация альбома, это же непростая вещь в нашем нелепом мире. Сереж, непростая, непростая. Почему по большому счету это не надо? Как вот на сегодня выяснилось, да, вот ты презентуешь что-то, пишешь, да, ты же не для себя пишешь. А большинству людей, это как бы им кажется, что им не надо, но они потом с удовольствием слушают. Вот как ты проанализируешь вот это время, которое настало? Я очень рад тому, что несмотря на мое, такое, скажем, закулисную мою жизнь, да, то, что я не являюсь там постоянным чартманом, тем не менее, все равно я издал, релиз состоялся в июле, и была официальная диссибьюция альбома Favorite Track, моего первого альбома, который вышел сейчас. И спасибо большое Квадродиск за то, что выпустили этот альбом. Я знаю то, что по статистике взяли регионы Санкт-Петербург, Самара, Тольятти, в некоторых аэропортах можно купить мой официальный CD, и также его можно заказать, опять же, на Квадродиске. Меня это радует, это очень большая жирная галка в моем творческом резюме. Конечно, поскольку я понимаю, что я могу это сделать, почему бы мне этого не сделать, потому что я знаю, что есть люди, которые этого ждут, которые хотят слышать мои песни. И слава богу, что это произошло сейчас. Да, ну мы как профессиональная все-таки бригада ходим и разговариваем с артистами, не как какой-нибудь там, ну, доморощенный канал или как официальный канал, они там задают одни вопросы. Вот смотри, в принципе, такая музыка, которую мы слышали у тебя, ну, мы уже что-то все равно знаем из твоего творчества. Понимаешь, это самая лучшая музыка, по секрету тебе скажу, для езды на автомобиле на длинное расстояние. То есть на всех трассах, в вылетных магистралях Москвы должен стоять человек, который должен стоять с транспарантом, потому что если вы хотите доехать не скучно, подумать о жизни, о том, как вы вообще докатились. Ты намекаешь, что нужно по заправкам распространять. И я не намекаю, я тебе непосредственно говорю, что вот это самый оптимальный вариант. Твою музыку надо слышать дороги, потому что твоя музыка не для ног, а для головы. Ее нужно слушать, она мелодическая, она наполнена каким-то двойным всегда смыслом. Время забирать свое и беги-беги, у нас и свои ноги-ноги прошло, в общем-то. Ну, это можно к заправкам тоже, то есть это если человек не заплатил на заправке, ему нужно ставить эту песню. Нет, я с тобой согласен, что наконец-то я с ног перешел на голову и сейчас действительно, наверное, моя музыка больше для мозгов, а не для ног. Я с тобой соглашусь. А каким бы термином ты назвал, каким бы эпиграфом или какой-то красной строкой, каким-то названием сегодняшний этап свой? Ну, я понимаю, что иногда врасплох задается вопрос, потому что ты сейчас не об этом думаешь, а думаешь, как всех рассадить, чтобы все пришли, а вовремя отдали свою музыку звукорежиссерам. Я себе что скажу, это какая-то очередная авантюра в моей жизни. Вот, наконец, честный человек, друзья. Надо слушать музыку честных людей, которые честно говорят о том, о чем они делают. Музыке надо только так, мне кажется. Да, я люблю на самом деле иногда какие-то всплески, люблю жизнь, драйв, и поэтому мы сегодня здесь на моей презентации, феверный трек. Прежде всего, наверное, за атмосферой, которая происходит со всеми нами, прежде всего. Глупый вопрос хочешь? Глупый вопрос телевизионный? Хочешь что? А два вопроса... Денег? Нет, это все понятно. Это может сходить на какие-нибудь порталы, которые занимаются бизнес с этими релизами. Что ты вообще все-таки ждешь? Вот мне интересно, он глупый вопрос, но в нем двойной смысл. Что ты, не то что глупый вопрос, что ты ждешь от этого, от выпуска альбома, а что бы ты хотел видеть? Ну, конечно, я хотел, чтобы проект заработал полную ногу. Хотел, чтобы концерты были значительнее чаще. И, конечно, я, так или иначе, пытаюсь популяризировать свою музыку. И хочу эту музыку нести, ну, не то что в массы, а петь для людей. Для людей мыслящих, понимающих, для меломанов, которые не просто ориентируются на какой-то тупо рынок, а ищут для себя что-то новое и неординарное в жизни. Хорошо. И, наконец, мы тебя сейчас будем отпускать, потому что тебя уже, я чувствую, там уже ждут. Скажи мне, аудитория? Вот целевая аудитория, которую ты определял, когда писал? Ну, понятно, когда ты писал, ничего не определял, а когда уже все это получилось, то нужно уже понять, определить какую-то целевую аудиторию, там, от 5 до 105 лет, там, я не знаю. Или это исключительно там какие-то, ну, утрирую, байкеры или медицинские работники? Нет, на самом деле, я иногда действительно как-то ожидаю одного, одной реакции на эту тему, а в итоге, как бы, получается то, что мою музыку слушают люди, кому из-за 40... Например, мы. Я думал себе 27. Я тоже думал, а потом раз и все. Ну-ну-ну-ну-ну. Хотя мне, в принципе, тоже почти. 40 прекрасный возраст, поверь мне. Вот, и я думаю, что разброс в поколениях абсолютный, ну, скорее всего, наверное, все-таки лет от 20 до 45. Хорошо, это ты сейчас берешь возрастной ценз, а я тебе беру аудиторию, кто это должно быть, ну, скажем, там, давай, помогу тебе, колхозники, там, люди, которые пашут и лину, или ездят, убирают свеклу, или там, я не знаю, летчики. Я думаю, что это все-таки не кайбанеры, а комбайнеры. Спасибо, что с артикуляцией читаю. У меня тоже сегодня. Я думаю, что это все-таки мегаполисы, я думаю, что это интеллижент people, ну, скажем, люди, которые, наверное, аристократы в душе, любят что-то, эстетику. Во-первых, они должны знать английский язык для начала. Ну, у меня не только англоязычные треки, у меня и треки на русском, так что необязательно. Моя музыка гармоничная, красивая, в основном это среднетемповые баллады. Средневековые, хотя бы, в какой-то теме, в средневековье тоже. Артикуляционные. Я заеднику двумя руками, что ты. Только вот, мне кажется, ты уже близок к аудитории, к понятию ее. Ну, слушай, Олег, мы тебе желаем лично от нашего канала, знаешь, чтобы наши любимые пожелания, в общем, всем, оно в последнее время, чтобы бедные не доставали, пусть они там достают бедных, а богатые давали. Вот пусть люди, которые, на самом деле, имеют какие-то определенные ресурсы, которые не знают, куда потратить, куда съездить отдохнуть, в какую баню сходить шикарную или еще что-то, и заказать себе там мамонта, я не знаю. Вот пусть они подумают, что все-таки меценатство в нашей стране, это тоже, в общем-то, на генетическом уровне. Давайте помогать друг другу, потому что человек, вот видите, он не работает, не ходит, не зарабатывает деньги, он пишет музыку для того, чтобы вы слушали. Давайте этому человеку, в конце концов, тоже отдадим должное. Кто тебе сказал? Я богатый, состоятельный человек. Я молчу. Не говори про это. А то будут тебе присылать потом эти чеки на оплату. Нет, дело в том, что кто может себе позволить, с другой стороны, вот такое мероприятие в центре Москвы, в здании театра «Ленком». Ну вот и дело в том, что не в деньгах часть, а в отношениях в людях. У меня здесь просто прекрасные партнеры, мои друзья, Дима Михеев. Да, сейчас мы его тоже дернем на интервью обязательно. Обязательно нужно интервьюировать человека. Это человек с его у меня, с арт-директорами прекрасного места микрофон. Также Гузель Валиева и ее организация «Ивент в движении». Также Канек Хеннесси. Главное, человеческий нормальный подход, и все получится. Да. Чего и желаю нашим телезрителям. Друзья мои, смотрите нас в Ютьюбе. Понимаете, что Олег Добрынин не каждому каналу дает свое интервью, ввиду того, что здесь в основном та самая аудитория, про которую он говорит «интеллижент». Интеллигент. Перевожу «интеллигенты». Для тех, кто не понимает слово «интеллигент». Да, прежде всего, хорошие люди с нормальной душой. Друзья мои, Олег Добрынин, пожелаем ему хорошего улова сегодня и в ближайшем будущем, чтобы то, что он все-таки сделал в 2013 году, ну как минимум 2023 года имело срок годности как популярная музыка. О чем мы говорили до этого две очаровательные девушки из твоей коллеги, из фабрики «Звезд 3». И слушаем мой сегодня альбом «Фейворит трек». Да. Слушайте, что он сказал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!